Общепит, туризм и частная медицина. Вот три отрасли, которые больше других пострадали от ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказали специалисты Тверского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». При этом они отметили, что в Тверской области нет ни одного предприятеля-компании, которая бы в той или иной степени не понесла убытки из-за вспышки инфекций и вытекающих из этого событий. Для спасения от полного разорения наиболее пострадавших в сфер малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях предусмотрены меры поддержки. Но, как показывает практика, не все предприниматели достаточно осведомлены о них и смогли бы без затруднений ими воспользоваться. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент Мария Шалованова. Меры поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции можно разделить на две основные группы – государственные и региональные. Хотя ряд мер предусмотрен и на муниципальном уровне, например, отсрочка платежей на арендуемое городское имущество, но все же основные по объемам пакета мер поддержки сформированы именно государством. Это и безвозмездные субсидии, и налоговые каникулы, и продление лицензий, и снижение страховых взносов, поддержка системообразующих предприятий и некоторые другие меры. Сейчас за различными видами этой помощи уже обратились более полутора тысяч предпринимателей региона. И руководитель Тверского областного центра «Мой бизнес» полагает, что к этому имеются все объективные предпосылки. Мы в общем действительно в сложном положении, поскольку наложилась и коронавирусная инфекция, и меры государства по предотвращению и распространению. Это все наложилось на нестабильность стоимости нефти, нестабильность валют и так далее. Соответственно, конечно, большинство предпринимателей пострадали. С 1 мая налоговая служба начала прием заявлений на прямые субсидии от компаний из наиболее пострадавших отраслей. Это выплаты размером в один мрот ежемесячно на каждого сотрудника в течение полугода. Также интересно для бизнесменов поддержка в виде беспроцентных и льготных займов. Кроме того, государство идет на то, чтобы минимизировать все текущие операционные расходы предпринимателей. Речь идет об отсрочке налоговых платежей, об уменьшении страховых выплат в два раза, об отсрочке по аренде, причем это распространяется для наиболее пострадавших отраслей, не только на государственную и муниципальную собственность, но и на частную собственность я бы просил предпринимателей обратить на это внимание. При этом центр «Мой бизнес» чаще остальных сталкивается с вопросами от бизнесменов о том, а положена ли в принципе тому или иному предприятию помощь. Как показывает практика, многие предприниматели зачастую просто не могут разобраться в положенных им льготах, субсидиях и отсрочках. Особенно интересуют их субсидии для малого и среднего бизнеса. Для этого даже была создана специальная вкладка на сайте ФНС России. Для того, чтобы проверить, относишься ты к той категории и имеешь ли право на субсидию, достаточно зайти на наш официальный сайт www.nalog.ru и на главной странице существует промо-страница, которая называется «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию» и ввести свой ИНН. Если вы подходите под эту субсидию, имеете право на нее, то вам предлагается сформировать заявление. Заявление можно направить и по почте в налоговый орган, и самостоятельно прийти в ведомство и оставить его в специальном боксе, который расположен прямо на входе. Но самый удобный способ – это личный кабинет. И еще, если вам необходимо уточнить какую-то информацию или получить консультацию, то в центре «Мой бизнес» и в налоговой инспекции работают горячие линии. А в Центре поддержки предпринимательства можно прийти лично или позвонить по номеру 8 800 200 11 69. Налоговая служба готова прийти на помощь по телефону 50 67 18. Мы также будем информировать вас обо всех изменениях, которые будут вводиться с целью минимизации ущерба для бизнес-сферы нашего региона.